Привет, добро пожаловать на мой канал, это Ксюша, всем хорошего дня. Я очень люблю видео с распаковкой посылок, и особенно люблю видео с распаковкой посылок с сайта iHerb. Это один из самых моих любимых сайтов. Стараюсь при любой возможности купить там что-то для здоровья, для красоты, для здорового питания. Сегодня пришла ко мне достаточно большая посылка с продуктами питания, и там совсем чуть-чуть кое-что для красоты. И я решила попробовать снять такое видео тоже. Итак, сегодня премьера видео распаковки посылки с сайта iHerb. С детства у меня такой есть фетиш в плане еды, и я очень люблю горох. В сезон, когда невозможно купить горох в стручках, я стараюсь купить либо вкусный какой-то зеленый горошек в баночках, и поэтому моей радости не было предела, когда я увидела, что на iHerb есть сублимированный сухой горох. Но сухой горох не для супа, а горох, который можно есть. То есть это снэк, он какой-то должен быть хрустящий или вкусный. Выглядит этот горох вот таким вот образом. Здесь 98 грамм. Вы видите, что он даже свой цвет не изменил, то есть он зеленый, я его еще не пробовала. Кстати сказать, очень приятная гладкая упаковка, такая ярко окрашенная, веселая. Здесь такие сумасшедшие стручки какие-то. Я надеюсь, что этот горох мне понравится, во всяком случае, я очень рада этому приобретению. Если он мне понравится, то я буду рада вдвойне. Помимо гороха я также очень люблю кукурузу, вот, и поэтому я купила себе сухие овощи от этой же фирмы. Здесь горох, кукуруза и... Да, вот они, вся эта компашка здесь представлена. Это горох, кукуруза, морковка, какой-то влюбленный перец и какой-то блаженный помидор. Вот, надеюсь, что эти овощи вкусные, потому что на самом деле я думала, что это такие маленькие пакетики, но здесь 112 грамм, и на самом деле здесь прилично овощей. Люблю, когда вредную еду можно купить на сайте полезных продуктов. Мне сразу как-то на душе спокойно, и так совесть и бдительность моя засыпают. Я купила чипсы от фирмы Kettle, наверное, это называется. Их несколько вкусов, Найхерп, они есть с уксусом, еще там чем-то с морской солью, но, по-моему, я купила оригинальный вкус. Вот, здесь написано, что это все натуральное, чудесное, прекрасное, правильным образом зажаренное, без глитена, без ГМО, полностью натуральное, и 0 граммов жира. Купить эти чипсы меня сподвигло то, что на них потрясающие отзывы, говорят, что они супер-супер-супер-супер вкусные. Я потом вам расскажу. Продолжаем музыкальную тему. Очередной пакет с какими-то гороховыми штуками. По-моему, это не сушеный горох, это чипсы. Какие-то хрустящие штуки, но они сделаны из зеленого горошка. Тоже прочитала отзывы, что они очень вкусные, все это будет мной опробовано. Надеюсь, что в следующем видео будет сидеть нормальная Ксюша, такой же стройности, а не жирная такая, расплывающаяся в кадре. Потому что уже очень много я купила всяких снеков. Хоть они натуральные, но все равно мне кажется, что это не самая полезная еда. И еще я купила вот эти манго. Хотя, на самом деле, манго я не могу сказать, что я люблю и покупаю все время, ни в сыром виде, ни в тем более сушеном. Но отзывы в интернете сподвигли меня купить эти манго, видите-ка, я внушаем, я веду все время на какие-то ютубовские ролики. Девчонки рассказывали, что это супер манго, очень вкусное, что прям можно пальцы откусить. Но вот я и попробую как раз. Ну, кстати, я думаю, что доля истины есть в том, что они очень вкусные, потому что их регулярно раскупают. То есть, только я захочу купить, нету. Только я захочу купить, нету. Еще из снеков я купила кокосовые чипсы. Кокосовые чипсы от фирмы Дэнк или Данк. По отзывам, вроде говорят, что именно чипсы от этой фирмы одни из самых вкусных. Вот. Они немного обжаренные, по-моему, эти чипсы. И здесь нет сахара. Потому что можно найти чипсы немножко подслащенные, а можно найти чипсы, которые не подслащенные. Но я думаю, что нормальный кокос, он и так слегка сладковатый. Поэтому я думаю, что это будет что-то очень вкусное. На это я очень надеюсь. Иначе я себя не прощу такого количества снеков. Еще из вкуснотищи я купила себе масло. Ореховую такую, орехово-шоколадную пасту. Это шоколадная, это ореховая паста с добавлением белого шоколада. Еще у этой фирмы есть паста с добавлением черного шоколада и какая-то еще. И тоже очень много отзывов хороших. Говорят, что они потрясающе вкусные. Я периодически покупаю себе шоколадную пасту, нутеллу обычно, чтобы мазать на хлеб и пить чай. Пасту я люблю. Но если вы посмотрите состав нутеллы, вы поймете, что это не самая полезная еда на планете. То эта паста не содержит трансгенных жиров, она не содержит холестерола, не содержит фруктозы и всякое такое. В общем, это полезная натуральная штука. И теперь можно эту пасту есть ложками ням-ням-ням. Следующая штука, которую я купила, это вот такой вот концентрат гранатового сока от фирмы Yarrow. Или Yarrow содержит в себе, как это сказать, то есть это концентрированный, четыре раза концентрированный концентрат из сока граната. Тоже прочитала отзывы, что он очень вкусный, имеет натуральный вкус, что его нужно совсем немножко и разбавить водой, и вы получите такой нормальный гранатовый сок. Бутылка стеклянная, тяжелая, тоже имейте это в виду для тех, для кого важен шиппинг вес. Попьем, узнаем. В любом случае, гранатовый сок это очень-очень-очень-очень полезно. Следующая моя покупка, только не смейтесь, ребята, это... Та-да-да-дам! Как вы думаете, что это? Это беруши. Беруши от этой фирмы Heroes. Я покупаю уже, наверное, раз в пятый. Все мы очень разные. Я сплю в берушах. Ну, сплю в берушах и все. Первый раз я подсела на беруши... Нет, надо не так говорить. Первый раз я подсела на беруши... Несколько лет назад, когда я по... В силу некоторых обстоятельств я ездила очень часто в Москву. И зачастую это было в плацкартном вагоне, потому что кто часто ездит из Москвы в Питер и из Питера в Москву, знает, что билеты раскупают быстро, не всегда удается достать тот билет, который хочется. Поэтому очень часто я ездила в плацкартном вагоне. В плацкартном вагоне спать, вы прекрасно знаете, что невозможно, потому что кто-то кричит, кто-то... Вот, и поэтому я спала в берушах. Я покупала все время беруши в обычной аптеке. И беруши, которые продаются в обычной аптеке, они не очень хорошие. Потому что они из очень какого-то плотного, упругого такого полиуретана, наверное, да, из чего делаются беруши. И когда вы часто пользуете беруши, так как я использую их часто, у вас начинают болеть уши. Вот я говорю стихами. Они просто реально в ухе появляется мозоль. От того, что вы вставляете берушу все время, вытаскиваете ее, становится больно со временем это делать. И как-то раз я решила купить на iHerb беруши вот этой фирмы Heroes. Вы знаете, это самые лучшие беруши на планете Земля. Они ультрамягкие, просто как пушиночки. Вы когда их запихиваете в слуховой ваш канал, проход, ну вы даже толком не чувствуете, что что-то туда попадает. Она сминается в такую маленькую тоненькую колбаску. И в ухе уже начинает расправляться и заполняет собой слуховой проход. Звук практически не проходит. Да, я дала попробовать своему знакомому один раз эти беруши. Он тоже остался в полном восторге. Более того, он очень часто делает покупки на ebay, на алиэкспресс. И он обнаружил, что беруши этой фирмы подделывают. Как вам это нравится? Я никогда не думала, что кто-то будет подделывать беруши. Но, видимо, действительно, это какая-то признанная фирма. И действительно, это качество известно многим. И у этой фирмы вышла новая линейка беруш. Называются они Extreme Protection, голубенькие. Потому что стандартные беруши этой фирмы, они бежевого телесного цвета. Эти беруши я еще не использовала. Выглядят они немножко больше, чем выглядят бежевые беруши. Попробую, скажу. Но я надеюсь, что они работают еще лучше, чем предыдущие. И тогда будет полная-полная звуковая изоляция. И можно побыть наедине с собой, со своими мыслями. Ура! Следующая штука, которая пришла ко мне в этой посылке, это кокосовая манна. Слышала я, что она тоже очень вкусная. Что это просто какая-то манна небесная. С трудом себе представляю, что это вообще и как это выглядит. Это стеклянная банка. Она тяжелая. И эта штука дорогая. У меня накопилось достаточное количество баллов с предыдущей покупки. И я ее осилила, эту банку. Потому что в вишлисте моем она была достаточно давно. Но купить ее я не решалась, потому что она действительно дорогая. Эта банка стоит 1000 рублей. Я надеюсь, что она оправдает мои ожидания, что она действительно окажется вкусной. Иначе... Следующей позицией моей посылки, моей покупки, моей корзины являются витамины от Garden of Life. Витамины эти не очень дешевые. Они стоят около 2000 рублей. И самое интересное, что я очень много всяких разных витаминов перепробовала с сайта iHerb. И именно эти витамины я все время игнорировала. И в один прекрасный день я поняла, почему я их все время игнорировала. Дело в том, что вот здесь есть такой треугольник в названии. И мне почему-то вот на какой-то подкорковом каком-то восприятии, я думала, что это какая-то эзотерическая штука. Ну, то есть вот этот вот ореол и вот этот треугольник, знаете, еще глаза вот здесь не хватает. И будет как витамины от сглаза. То есть я воспринимала их как-то так. Но потом я увидела, что у них очень высокий рейтинг. И я подумала, что долой все предрассудки, нужно почитать и посмотреть, почему люди их так любят. И когда я прочитала отзывы и поняла, почему люди их так любят, я тут же хапнула и положила в корзину. Объясняю почему. Во-первых, эти витамины не синтетические. Витамины получены, грубо говоря, из фруктов и из овощей. То есть это сырые витамины, это не синтетические витамины. Еще для меня очень важным было то, что здесь нормальная процентная дозировка ежедневная каждого витамина. Потому что, знаете, бывают такие витамины. Там, например, витамина В суточная норма 2500%. И думаешь, вам дорогая, куда все это? Ну, потому что витамин В, например, он не безвредный. Также в этих витаминах не содержится железо. В этих витаминах не содержится йода. Здесь какое-то умеренное количество кальция. В общем, все те витамины, которые могут быть небезопасными при определенных диагнозах, они здесь практически исключены. Упаковка здесь самая обычная. Это вот такая вот банка. Я, честно скажу, я уже просто начала пить эти витамины. Такая вот капсулка не очень большая. Принимать нужно одну штуку в день. Не важно, когда, за едой, перед едой, после еды, на ночь. Очень советую. Мне кажется, что это действительно хорошая штука. И последнее, что касается еды и напитков, это вот такой вот кофе от Нес Кафе. Тастерс Чойс. У меня кофе с ванилью. Оно в пакетиках в индивидуальных. Здесь всего лишь 20 пакетиков. Но просто у нас не продается. Я решила попробовать, почему бы нет. На этом с едой и напитками мы закончили. Переходим к средствам для красоты. Это маска от компании Xeon Health. Маска гликолевая с гликолевой кислотой, против морщин, с отбеливающим эффектом и пептидами какими-то супер. Вот, эксфолиация, увлажнение и обновление кожи. Вообще, я обожаю эту марку Xeon Health. Одна из моих самых любимых масок для волос именно от этой фирмы. И вот я решила попробовать маску для лица. На нее не так много отзывов. Но почему-то мне кажется, что маска этой фирмы меня не подведет. Потом расскажу вам. Я не знаю, знаете ли вы, что это такое, но я вот попробовала около 3-4 месяцев назад и влюбилась просто в эту штуку. Это спонжи коньяку, они называются. Они твердые в упаковке, но вы их размачиваете водой, и спонж превращается в такую губку, в такую пористую, какую-то гелеобразную, желеобразную такую субстанцию, даже немножко скользкую. Этой штукой нужно умывать лицо. Ну, то есть, естественно, соответственно, с каким-то гелем, например, для умывания. И она хорошо очищает лицо, и его как будто шлифует. Такие очень приятные, какое-то бережное ощущение. Приятные ощущения. Приятные такие от нее ощущения, ощущения, ощущения. Просто спонж для умывания нужно периодически менять. И вот я увидела такие спонжики от компании Andalou Naturals. И решила приобрести их два в комплекте, и они есть для разного типа кожи. Я не знаю, так ли это действительно, какая разница между спонжами. Это 100% натуральная фибра, мягко очищает, увлажняет, смягчает. И последние две штуки, которые я хочу вам показать, это продукты от компании Physicians Formula. Это ее новый кушон. Если вы посмотрите, вам, наверное, видно, что он нереально красивый в упаковке. Он похож на какую-то декорированную бисером подушечку. Но на него очень хорошие отзывы. Говорят, что действительно очень достойный кушон. Напоминает ланкомовский кушон. А это бронзер для лица. Называется он Butter Bronzer. Тоже на него хорошие очень отзывы. А вообще, я люблю бронзеры от Physicians Formula. Пробовала уже несколько. Продукция этой фирмы вообще мне очень нравится. Она натуральная, действительно декоративная косметика. Для натуральной косметики лежит, служит просто-просто великолепно. Попробую, думаю, мне понравится. Вот я показала вам свою посылку сайта iHerb. Я надеюсь, вы облизнулись и вам понравились мои покупки. Я тоже очень надеюсь, что мне понравятся мои покупки, особенно съедобные. Потом обязательно расскажу вам о своих впечатлениях. Что вы покупаете на сайте iHerb? Что купили вы, может быть, в этом месяце? Что вам особенно понравилось? Что вы успели попробовать? Напишите мне, пожалуйста, об этом внизу. Все ссылки на перечисляемые мной продукты я оставлю в инфобоксе. Пожалуйста, посмотрите. Я надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всего хорошего. Пока-пока.